Сегодня пришли в парк динозавров «Затерянный мир». Здесь предлагают провести время в компании живых динозавров в натуральную величину. В парке есть четыре зоны для фото, магазин игрушек и сувениров. Вот, кстати, сувениры. Время работы с 10 до 20 часов. И цена билета. Смотрите, взрослые 250 рублей. Детские от 3 до 12 лет 150 рублей. Дети до 3 лет инвалиды первой группы бесплатно. И также можно приобрести корм для животных. Вот, смотрите, сувениры какие. Динозавры, диноконструкторы, лего. И можно также приобрести водичку попить. Также в парке живут пятнистые олени, алтайские белки и кролики. Ну что, вот мы зашли и начинаем осмотр. Можно здесь оставить велосипеды или самокаты. Трогать запрещено. За ограждение не входить. Штраф 1000 рублей. Так, это авираптор. Также здесь можно прочитать информацию о динозавре. О, подвижившись. Миш, это эдафазавр. Смотри, какой вот это да! Вес 300 килограмм. Длина достигала 3 метров. Высота 2 метра. И это не хищник. Он питался растительностью. Так, а здесь, что Миш, идем белочку посмотрим. Алтайская белка. Что-то я ее не вижу здесь. Спряталась, наверное, от жары. Белочка. Тут у них вот корм. Орешки. А вот она, милая. Вон она сидит орешек, грызет. Ну вам, конечно... А, вот, так видно. Смотрите. Одна единственная. Ой, здесь так прохладно. Хорошо. Миш, смотри, белочка. Еще один движущийся экспонат. Велоцираптор. Ты что тут на меня смотришь? Масса тела до 45 килограмм. Ну и что тут так на меня смотришь? Высота 70 сантиметров. Это хищный динозавр. То есть он питался другими, да, животными. Такой парк еще в этом году сделали в Виновской роще. Но мы там в этом году еще не были. Ой, а там, смотри, динозавр из яйца выпрыгивает, появляется. Видишь? Одный. И обитал в конце мелового периода на территории Северной Америки. Очень здорово. Ой, так кто тут у нас появляется? Малыш, да? Так, ну а здесь протоцератопс. Травоядные тоже динозавры. Обитали на территории современной Монголии. Миш, идем, я тебя сфотографирую, сынок. Давай, давай, давай. Вставай, сфотографирую. С попкорном. Это анкилозавр. Представьте, это тоже травоядный. Обитал на Западе Северной Америки около 66 миллионов лет назад. Длина достигала 10-11 метров. Вот это да, рептилии. Череп длиной 1 метр был широким, очень толстым. И, заметив опасность, анкилозавр сразу же переходил к обороне, а мог и сразу же напасть. А мозг, кстати, у него был крошечным. Я вот все отсюда читаю. Что, идем дальше. Вот здесь, кстати, комары немного покусывают. Смотрите, ребят, какой он огромный. Ну, вообще, побед будет, да? Тираннозавра, Рекс. Мама, я вспомнила. Эх, снять бы мне такую превьюшку классную. Но не получится. Так, здесь также для маленьких деток вот такое развлечение. Можно раскопки. Раскопать динозавра. Миш, ну как у тебя получается? Слухла вообще. Угу. Ирина, смотри! Кролики, им жарко. Какие маленькие. Миш, ты что, кормишь кролика? Чего маленький какой? Да ему бы травки. Он, листочек лучше ему сорви. Они травку любят кушать. Еще один экспонат. Птеранодон, тоже травоядный. Обитал практически на территории всей планеты. Около 80 миллионов лет назад. А здесь мы видим косуль, бедненький. Олененок Бензи. Да уж, олененок. У них такой вольер. Ребят, ну вот еще два огромных динозавра. Они тоже плотоядные. Вот только отсюда могу их снять. Смотрите, двигаются тоже и издают звуки. Огромные. Просто если я ближе подойду, вам не будет видно. В общем, выставку однозначно рекомендую. Нам очень понравилось. Вот он какой красавчик. Но запасайтесь репеллентами. То есть вот сейчас день, и меня просто закусали комары. Потому что здесь тенечек. Лес, конечно. То есть мы купили билет 250 взрослый, 150 детский и вышло на 400 рублей. Смотрите, кролик опять. Смотрите, какие здесь фотозоны. Как динозавр. Ну давай. Производи звук. Какой звук динозавр делает? Давай. Ну. Ну, Таёш. Котенок какой-то. О, ребята, еще одна фотозона. Классная. Точно прибежит, что мы сделали. Да, он не подалак. Смотрите. На территории парка также находится кафе. Можно купить мороженое, пирожное, сладкую вату, попкорн, лимонад. Водичку, сувениры. Вот здесь можно помыть руки. С жидким мылом. Все чистенько. Это бесплатный туалет. Так что приходите сюда, в Парк Победы, или в Виновскую рощу. И посетите тоже такой тематический парк. Я уверена, вашим деткам очень понравится. Ну, а на сегодня я буду заканчивать с обзор. Всем спасибо за просмотр. Заходите на канал, подписывайтесь. Будет еще очень много интересного. Пока-пока. Парк Победы. Субтитры сделал DimaTorzok